Во-первых, здравствуйте, дорогие друзья, раз вас снова видеть. Некоторых вижу уже не в первый раз. В том самом курсе лекции, которую мне хотелось бы пройти. Поэтому напоминания я позволю себе, с вашего позволения, те, кто первый раз пришел, вижу, что есть такие тоже, немножко напомнить мне то, о чем я говорил раньше. Потому что в целом такая моя парадигма, чтобы прочитать вот этот курс. И он, собственно говоря, говорит о том, что у нас существует не альтернативное, а настоящее. Наша социология... Ксения, я извиняюсь, меня поправляют. Меня слышно вот там сзади? Если не слышно, я возьму вот этот вот большой... Пожалуйста, включите, включите. А, вот так лучше, да? А, хорошо. Сейчас мы настроим. Сок, соседи сверху не пришли. Нормально, да? Так, хорошо? Ага, хорошо. Итак, глобальная цель, в общем-то, этих лекций, которые хочу провести, они мне пронумерованы, как бы логически выстроены от того самого основания до самой кроны. До самой кроны. Первая лекция называлась «У меня дерево мира». А, собственно говоря, с чего начинается общество? Там, где я показывал, что, где, как, откуда растет. И там мы с теми, кто был, рассмотрели некоторые ошибки того, как, в общем-то, мы аналитически понимаем общество, в то время как, особенно после революции, мы ушли от многих наших классических, традиционных для нас русских парадигм, русских теорий, концепций, которые более рассматривали синтетический подход к обществу, чем аналитический. Поэтому на сегодня, конечно же, бесспорно, некоторые модели крайне интересны, крайне важны с точки зрения технологической, в первую очередь, инструментальной. Но вот эти глобальные моменты, которые позволяют систему увидеть, они, к сожалению, на сегодня, на мой взгляд, и не только на мой взгляд, я дальше буду опираться на серьезнейших авторов, они на сегодня, к сожалению, недооценимы, по крайней мере, у нас. Поэтому вот перед вами, вроде бы мелко, наверное, да? Не видно очень. Ну, название следующее. Базовые ценности общества, корни того самого дерева мира, о чем мы говорили. И вы знаете, в презентации базовые ценности русского мира стояло, собственно говоря, это не противоречит, а наоборот лишь повторяет. Почему? Потому что мы как раз-таки говорим о русском мире, и вот сейчас у меня не будет, к сожалению, времени на термине русский мир остановиться подробно. Но если кто был на первой лекции, тот помнит, что этот план у нас стоит на третьей лекции. Когда мы будем говорить о миссии и прочее, и прочее, когда мы наше дерево мира увидим сверху, собственно говоря, тогда я постараюсь обрисовать более четко те контуры, границы, которые на самом деле немножко шире, чем мы их на сегодня видим. Итак, маленькие такие эпиграфы, я позволю себе из Библии первой. Не может дух мой пребывать в этих человеках, потому что они плоть. О чем это говорит? О том, что, к сожалению, на сегодня те самые тенденции увидеть ценности только в потребительстве, в оплоти, они нереалистичны. Мир показывает, что не работают. Мы приходим к кризису большому, это все понимают, уже и Фукуяма вспомните, и все-все-все после него неоднократно говорят, что, в общем-то, все, конец истории пришел уже, что мы все вплоть, перешли капитализм, пора его чем-то менять. Далее. Так, любимый некоторыми, нелюбимый другими Ницше, но красиво сказал все равно, тот, кто имеет зачем жить, вынесет любое как. Блестяще сказал на самом деле. Повторяю, да. Тот, кто имеет зачем жить, зачем жить, вынесет любой как. Он там дальше продолжает, что любые пытки, любые испытания мы пройдем, если мы будем понимать, где наша цель, зачем мы живем, что мы есть и куда нам стремиться. Интересно там дальше продолжение, но тем не менее, это тоже о многом говорит. И, наконец, наш лидер, называем президентом сегодня. Очевидно, что наше движение вперед невозможно без духовного, культурного, национального самоопределения. Настоящее гражданское общество должно иметь общественную идеологию, ценности, мерева хорошего и плохого. Я еще раз повторяю, что да, на самом деле, со времен любой науки так вот складывалось, что всегда наука определяла, где черное, где белое, где хорошее, где плохое. Это очень важно понимать, где хорошее, где плохое. Потому что вот те самые майданы, которые произошли, там были в том числе и порядочные, честные люди, которые пришли, и они не могли понять, где белое, где черное, где тона, где полтона. Да, это чрезвычайно важно. Понять, где хорошее, где плохое. А это и есть ценности. Это и есть ценности, те, которые мы понимаем, или те, которые нам навязывают. Ну, маленький план. Я постараюсь успеть. Время, к сожалению, ограничено. Но что могу, то успею. Потому что то, что не буду успевать, картиночки останутся, что потом в интернете увидите их. Я их пропущу, с вашего позволения. А вы потом прочитаете. Их слишком много просто. Итак, мы немножко повторим первую лекцию, кто не присутствовал. Там я коротко постараюсь. Критерии этого нашего Дерева мира, синтетический подход к обществу русскому традиционному. Дальше. Я вынужден все равно... Люди разные. Есть социологи, есть не социологи. В прошлый раз было очень много психологов. Меня прям долго они пытались, скажем так, после лекции. Поэтому вынужден повторить немножко о системе ценностей, о генезисе, подходах к этой теории. Постараюсь покороче, опять же, хотя там огромный материал, конечно же. Дальше скажу как раз-таки о наших русских базовых ценностях. Те, которые... Видите, в чем дело? Социологи. Это мы берем не с точки зрения наших предположений, домыслов. Социологи, в отличие от многих других наук, те, кто висеет, они, конечно, соврать не дадут, они берут все знания из эмпирики. Изначально Август Конт, Август, да, Август, он называл социологию позитивной физикой. Мы берем только то, что можем четко пощупать, в чем уверены. В чем уверены. Поэтому, когда мы говорим русские базовые ценности, мы в этом уверены. И мы знаем, где их границы, мы знаем ту цифру, мы знаем эту эмпирику, мы за них всегда ответим, в отличие от многих других. Ну, не от многих, а от некоторых, скажем так. У нас все хорошие. И в конце я постараюсь быстренько так вот провести примеры те самые, которые, где наработают модели. Это самое важное. Я всегда студентов спрашиваю, покажите мне, пожалуйста, где ваша теория с практикой пересекается. Если вы можете теорию к практике применить, значит, мы не зря учились. Вот, постараюсь все это успеть с вашей помощью. Да, маленький сторинг. Или сначала повтор, давайте. Повторим. Итак, то, о чем мы говорили на прошлой лекции, я буквально быстренько пробегусь. Все перед вами. Тем, кто на первые места сел, тем виднее. Тем, кто не сел, я не успею прочитать, но вы прочитаете самостоятельно. Коротко. Ну, что такое система, собственно говоря? Социальная система. Мы понимаем, что живем мы не просто так, что мы не от мира свалились, там, не Робинзон и Круза, не Имаугли. Мы живем в системе. В системе определенной социальной системы. Она интересна, прекрасна, она бесконечна. Там огромные просторы и огромные интересы. Это целый космос, как большой, так и маленький, макро, микро и так далее. Да, ну то есть первое, с чего он состоит, это элементы, конечно, системы. Далее, что принципиально важно, некоторые социологи, он делает там первое, даже значение, а не элементом, это взаимосвязь и взаимодействие. Взаимосвязь и взаимодействие. Если вопросики будут, вы если что-нибудь непонятно спрашиваете меня. Далее, структура, образованное содержание двух предыдущих пунктов. Но вот вы знаете, на сегодня есть такие тенденции, что в отношении структуры, нет у меня времени об этом поговорить, я лишь обозначу контурно. А вы, кому интересно, дома посмотрите, вот этот термин резоидность. Резоидность, то есть на сегодня вот эта структура классическая, традиционная, к которой мы привыкли, она на сегодня, независимо от нас, объективно принимает некоторые особенности. Что значит резоид? Ну, грубо говоря, дерево, которое оно есть, это ствол некоторый. А резоидность, это какая-то плесень, я вам скажу. Ну, так очень просто. То есть там есть много входов, много выходов, совершенно уникальные принципы взаимосвязи. Вот такая тенденция появляется. Некоторые называют ее, например, Боас, американец, сатаническим каким-то таким веществом. Почему? Потому что нету единости, нету понимания, и вот эта вот многогранность, имя нам легион и прочее. Ну, в общем, долгая тема, кстати, нету времени к ней вернуться. Итак, структура. Дальше цель, объединяющая и направляющая все вышеперечисленные детерминирующие функции системы, конечно же. То есть для чего система нужна. Дальше. Культура. Культура. Основанная, в первую очередь, культура, мы уже говорили об этом, там еще я покажу, будет время, она в первую очередь основана на базовых ценностях народа, на базовых ценностях народа, традициях, нормах, ритуалах. То, за что Конфуций, как бы, в первую очередь, если помните все его зречения, говорил, что основа всего это культура, традиции, ритуалы, все остальное второстепенно. Не только он, на самом деле, конечно же. Ну и соответствующие качества, исходящие из этого перечисленные, мы их знаем, это такие, как субстанциональность, неадитивность, синергия, холизм, эргентность, самодостаточность, самоорганизация, все они очень интересны, важны, далеко не все, но без них никак. И оценивая систему, не говоря об этих качествах, как бы, мы неполно ее оцениваем. Надо понимать, конечно же. Дальше. Внешняя среда. Никогда нельзя забывать, что любая система, я вот там еще раз напоминаю, есть футболка Чехова, кто не взял, я рекомендую, там Чехов все время сказал, что кто мы такие, человечество? Ведь всего лишь нас, может быть, мы какая-нибудь бошка на носу какого-нибудь чудовища. То есть, любая система, это часть более крупной системы, имеющая в себе ряд микросистем. Это тоже всегда нужно понимать. А факторы этих систем, они чрезвычайно важны и интересны, конечно же. Далее. Ресурсы системы. Во многом они наш круг ограничивают. Или наоборот, возвышают. Но тоже их значение огромное. Ну и также те самые источники конфликтов, враждебные силы и так далее, вихры враждебные, которые на самом деле во многом дают вызовы жизнедеятельности и позволяют нам развиваться. Без них мы тоже бы не развивались. Ну, так говорят многие другие авторы. Так, вот оно, то самое дерево мира, о чем мы с вами говорили. Эволюция научного понимания общества сводится к тем знаниям, которые в большой степени были или уже известны из наших былин, сказок, преданий и так далее. Вот, в принципе, оно такое красивое у нас есть. Это, в общем-то, и мы с вами тоже в некотором смысле. В каком смысле, я поясню ниже. Ну, собственно говоря, корни, которые нам не видны, это и есть тема нашей сегодняшней лекции. Именно корни – это и есть базовые ценности мира. То самое, за что так долго борются всевозможные силы во все века и в наше время тоже. И в наше время тоже. И вот на этой схемке, которая у нас была на прошлую лекцию, я все еще повторяю, мы видим, что основа всего – ценности. Ибо ценности в дальнейшем порождают традиции, обычаи, ритуалы, которые, в свою очередь, и есть часть культуры, и создают все элементы культуры. Ценности, обычаи, традиции, ритуалы. Ну, это и есть та самая культура, которая является социитальным ядром общества, которая является основным. Все остальные параметры, они уже второстепенные. И экономика, и политика, и все остальное – это уже второстепенно. Культура, в свою очередь, формирует некрасоциальные нормы, социальные структуры и функции, как мы видим, социальные институты и систему государственной власти. Именно этим объясняется столь разная система государственной власти в обществе. Ведь мы знаем, что на сегодня, к примеру, в странах Европы вот эта корона у 13 государств. Монархия на сегодня только в Европе у 13 государств. И некоторые из них довольно полезны. Я вам скажу, мы вспомним ту же монархию, которую тот же Франко оставил в Испании в 81 году. Какая была польза от монархии? Мы помним монархию, допустим, той же Англии, которая на сегодня имеет огромные силы, нам малоизвестная, скажем так, та же английская королева, она является очень богатой, деятельной, властной структурой, властным субъектом в этом государстве, не только там, в всем мире и так далее. Совершенно разные системы есть, которые формируются, но в первую очередь мы должны понимать, они вот из этого корня формируются, из ценностей, из ценностей, которые не везде одинаковые. О чем мы с вами дальше поговорим? Дальше поговорим. И вот еще раз я возвращаюсь к этой модели, на этом я уже как бы заканчиваю, воспоминания о прошлой лекции, модель общества мира. Итак, мы видим, что внизу, если мы справа посмотрим, корни или мир мертвых. Дело в том, что в древнерусской мифологии мировое дерево, мы, знаете, изучаем в школах везде греческую мифологию, персидскую, может, китайскую, арабскую, какого угодно, европейскую. Мы русскую-то не знаем практически, большая беда. После революции опять произошло, нужно возвращать, возвращать нужно свои русские корни, надо свою идею, свою философию, свое мышление, свой язык всеми силами возвращать. Это там все наши корни. И в той нашей русской мифологии всегда имелось дерево мира и много чего еще интересного, вам скажу. Тот же каменный матырь и так далее. И оно имело три основных элемента, три базовых основных элемента. Первое – это корни. Корни, уходящие в мир мертвых. Так и называлось, мир мертвых. Далее – ствол, простирающийся в мире живых. И крона, уходящая в седьмое небо. На самом деле, я встречал в разных источниках до 12 небес постижение мира. Человек постигает мир, начиная с люльки, когда он в поляске качается, он видит маму. Первый мир открывается, у него огромный поток информации. Вот он увидел самое дорогое, самое близкое. Мама, свет, коляска, там что-то еще. Это первый мир. Потом он выходит на улицу, там курица пробежала, там что-то солнышко, травка. Ничего себе, сколько информации снова новой. Второй мир. И он постигает, постигает небеса вот эти вот. И вот седьмое небо, как раз таки, то самое, примерно, цель некоторая для постижения нашего человека. Вот этих вот информаций, этих небес, этих открытий, постижений всевозможных. Но, допустим, про Серафима Саровского, я читал описание, что он достиг двенадцатого неба, к примеру. Дальше. Что интересно, то, что все эти элементы, они тоже взаимосвязаны по многим параметрам. Вот смотрите, корни. Корни, это есть та самая фундаментальная, детерминирующая база, определяющая, как наше будущее, так и наше будущее, оно также отзывается на них. Далее. На стволе мы видим современные факторы, которые проистекают. То, что мы реально видим, то, что мы сегодня оцениваем, то, что мы не можем понять, некоторые противоречия, в том числе, это вот и есть то, что противоречия в непонимании корней наших, просто-напросто. Если мы к ним возвращаемся и понимаем смыслы, ценности наших базовых, кто мы, что мы, куда нам идти, то нам уже легче ездить соответствующее решение, функции, стратегии и структуры выстраивать, опять же. И самое важное будущее, куда стремиться, то самое будущее, которое непосредственно воздействует на настоящее, и мы, соответственно, также на него воздействуем. Ну, за сторинг тот самый, я, пожалуй, вспомню, может быть, интересна такая притча, которая лежит на сегодня в основе многих европейских позиций, позиций интересных. Они там описывают, как они строили каменечки, храм. По-моему, это французская притча, не знаю, может, они собор Поречкой Богоматери там снова строили, что-то еще. Давайте берем всю эту притчу на сегодняшнее время в Россию, когда вот мы сейчас знаем, у нас строят храм вооруженных сил, да, и представим, что там те же самые прекрасные строители его строят. И вот корреспондент подходит, не знаю, может, корреспондент, а может быть, как раз-таки из русского исторического общества нашего представитель подходит и спрашивает у этих каменщиков, ну, первое, что ты здесь делаешь? Тут таскает камни на этот храм. Где его строят, напомните? Под Кубинкой. Под Кубинкой. Спасибо, да, это в парке Патриот под Кубинкой, можно во всей слезе посмотреть. Завтра. Вот. И первый отвечает, ну, вот не видишь, что ли, таскаю эти камни на тележке, вот тут стараюсь, как бы все. А для чего ты таскаешь? Ну, как для чего? Заработаю деньги, есть буду сам, как бы хорошо, будут деньги у меня какие-то. Ну, ладно. Подходим ко второму, спрашиваем, скажи, а ты для чего эти камни таскаешь, для чего ты строишь? Ну, как для чего? Таскаю камни, зарабатываю деньги, семью буду кормить, у себя потом что-нибудь построю. У меня, как бы, семья есть, я не один, у меня уже какое-то микроокружение социальное маленькое есть. Для них стараюсь, для будущего, для семьи стараюсь. Подходит он к третьему, а ты что здесь делаешь? Как что делаю? Я стараюсь внести свой духовный вклад в это общество. Не в камни, а в душу. И потом мои внуки и правнуки будут говорить, что я здесь строил храм. То есть, видите, какие горизонты, какие охваты всего лишь у трех людей. И они определяются как раз таки тем уровнем погружения, уровнем понимания, уровнем восприятия тех самых ценностных основ. На каком уровне, может, на каком небе, если мы говорим нашим языком, они находятся. И вот эта притча, она великолепна, на самом деле, красива. Она в многих европейских учебниках даже используется. Однако, как же мне стала эта тема интересна, тема ценностей. Вы знаете, эта тема интересна для огромного числа ученых. Для огромного числа ученых. И вот, несмотря, я удивлен, вроде бы тут историческое общество, русско-историческое общество, и посмотрите в списке, меня одного солга пригласили. Все прекрасные историки здесь как бы читают, великолепные. И вот как-то я тут забудился социологами. Я думаю, скорее всего, потому, что мы могли сами тоже некоторые грани культуры, культурные грани некоторые, нарисовать и понимать все-таки, где же история же Антош такая вся разная. Как только не называют, вспомните, как только не называют историю, это все на разное. А вот те критерии, грани определенные, они должны быть. Какие красивые книги у нас вот недалеко в магазинах, здесь не видел, продаются карамзина, в кожаной упаковке, такие красивые, большие, дорогие. Ну, извините, Карамзин же взял свой шлетцер, Миллера, которому Аванусов, извините, морду бил. Да, вот сегодня вот так вот и так далее. А вот те самые категории, которые мы здесь изучаем, изучаем, они нам дают понять, а где же она белая, а где же она меняет цвета своей, реальность нашей, наша действительность. И это и есть те самые ценности. Это и есть те самые ценности, откуда все начинается. И вот вернемся к предмету науки, к предмету науки. Дело в том, что любая наука, она определяется некоторыми границами, контурами, опять же. Потому мы не испутываем экономику, допустим, с философией, с политологией и так далее, тем более социологией, психологией. У них есть контуры, эти контуры определяются границей предмета исследования. Если объектам исследования они не столько рельефные, то предметы всегда четкие и понятные. Именно предмет отличает концепцию теории дальше от науки. Поэтому большие споры шли изначально о том, что же есть предмет социологии. Конт предложил Агюст Конт, которого мы считаем основателем социологии, хотя на самом деле он много взял того же Канта, профессора Петербургского университета, вы знаете, и многих других. Их интереснейшие понятия позитивность духа и прочее, это большая предистория. Но тем не менее считаем мы именно Конта основателем социологии. Он говорил, что предмет науки социологии это некоторые закономерности, правила, принципы, которые существуют в мире, в природе. То есть общество человек не царь зверей. Общество это элемент системы мира, мировой системы. То, о чем мы с вами говорим, это часть системы, всего лишь навсего. И мы должны с этой системой жить в такой же гармонии. Испытывать те же самые вибрации, те же самые потрясения, те же самые изменения, которые в природе есть, чувствовать их, понимать и жить в соответствии с ними. Вот в чем первая идея Конта была. Дальше посчитали, что она слишком широкая, абстрактная, начали немножко уточнять. Эмиль Георгейн начал говорить о том, что это социальные факты. Я остановлюсь на известном вам тут на фотографии, многие его знают, конечно же. На мой взгляд, очень сильный, мощный такой мозг последних столетий даже, я бы сказал. Я бы выше многих его поставил. Максимилиан Вебер. Вебер, да. его считают и экономистом, и политологом, психологом, и философом. Мы, конечно, считаем его социологом. Воспитался он довольно, родился и рос, воспитался в довольно богатой семье аристократической, имел возможность получить прекрасное образование, путешествовать, в России был, в Индии, в других странах. То есть, имеет реально такую базу теоретическую хорошую и в том числе не совсем практическую. Он, скажем так, не проводил на заводах исследования, но путешествовал, много видел, скажем так. Вот в своем блестящем труде протестантская этика дух капитализма как раз-таки многим известным из вас. Он дал некоторые категории. Вы не позвольте, сейчас некоторые опущу, которые не столь значимы, чтобы далеко не углублялись в соответствии с тем, что нас времени очень много. И остановлюсь на том, что Вебер предметом социологии называл как раз-таки социальное действие. Социальное действие. То есть, что заставляет человека делать то, а не иначе. Что нас заставляет идти влево или вправо. Какие факторы нас заставляют личность и общество, социальные группы, общество действовать тем или иным образом. Это же принципиально важно, особенно с точки зрения прагматики, действия, управления человечеством, людьми, человечеством. Какие факторы, что побуждает нас тем или иным образом поступать. Откуда фашизм появился, откуда появились другие течения, коммунизм и так далее, и так далее. Откуда эти факторы берутся. Вот это же принципиально важные, очень интересные моменты. И как раз-таки это в самом деле важно. Ведь если мы предположим, что слева от нас пирожок с капустой лежит, а справа пирожок с мясом, то, что нас заставит идти влево или вправо. Влево или вправо. Надо хорошенько подумать, надо хорошенько оценить. Надо принять некоторые, так лучше, некоторые, спасибо, некоторые решения, обоснованные, детерминированные какой-либо базой. Какой-либо базой. То есть, откуда берется социальное действие. Что заставляет человека совершать то или иное действие. И вот именно эти побуждения заставили думать, а что же лежит в основе социального действия. Что в основе всего лежит в основе нашего движения. В основе нашей соборности, в основе нашей сплоченности, в основе нашей деятельности, в основе нашего движения вперед. Что лежит? Даже принципиальный вопрос. У вас ответ уже есть. Ценности вы скажите. Спасибо, я тоже хотел как всегда опередей спасибо она положено даже сегодня да ну но я согласен конечно же да 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 очень здорово хотя опять же вот я всегда говорю своим ученикам ребята всегда визуализируйте всегда представляете живо рисуйте тот самый образный язык наш русский который большевики к сожалению запретили нам да аз боги бити добро главному это вот принципиально важно спасибо за подсказку вот да бесспорно ценности ценности нас и определяют куда нам идти как бы и что нам делать хотя иногда вы знаете в более подготовленной аудитории тут конечно лишь серьезно более подготовить в менее подготовленной аудитории нам да говорят потребности да бывает такое да потребности тоже бесспорно важны конечно же и даже я вам скажу на последнем конгрессе роса в екатеринбурге там даже дискуссия некоторым там разгорелась там была заведующая кафедры социологии из Иркутского госуниверситета, она не имеет большую разницу между ценностями и потребностями, но они конечно же есть. Но очень грубо сказать, что потребности это то, что нам прямо сейчас нужно. Тот пирожок, вот мы съели пирожок сейчас как бы, да, у нас была потребность покушать. Съели мы пирожок, ну два съели, три съели, уже все, уже больше не влезает пирожков, насколько можно. И мы наелись, нет потребностей больше, но мы понимаем, что по уставу через восемь часов снова положено кушать, что нам будет цена еда через восемь часов, через год, через пять лет, покуда мы живы. Ценность еды остается, но потребность все исчезла. Она оперативная, тактическая, а ценность она вечная, такая стратегическая. И тут уже мы без нее никуда. Ну, то, что лежит в основе действий наших, собственно говоря. То, о чем говорили отцы, основатели, социологи, ценности, конечно же. Именно поэтому такие и на сегодня страшнейшие идеологические споры, борьба, которая кончается бомбардировками, реками крови, опять же, вот на этой базе, на базе ценностей. Наши ценности важнее. Нет, наши важнее. Вот вам эти бомбардировки, да, и так далее. Ну, по большому счету, если об этом говорить, то да, вот я немножко уже от Вебера, нашего товарища немецкого, перешел к русским немножко понятиям. Итак, в центре левого рисунка мы видим снова ценности, ценности. И вы знаете, вот если мы как базу приняем ценностей в обществе, то ничего как бы не может быть абсолютного. Нигде в мире ничего абсолютного не бывает, потому что абсолют – это смерть. Полный порядок – это смерть, КБД. То есть атомы мертвые, они только в мертвом теле не движутся, да, в живом теле там нас атомы там еще как движутся, а в мертвом теле все хорошо, они замерли и все. Не бывает ничего абсолютного. Поэтому, да, они немножко разрываются. И вот те, допустим, представим, что эти ценности, ценности некоторой русской общины, к примеру, которая баланс не так давно, уже более старает, конечно же, ну все равно по меркам исторически не так давно. И вот в этой общине есть какие-то ценности, большие и высокие. И чем они более высокие, тем они более притягательные, так считают многие социологи, которые-то исследовали, тем они более притягательные. Говоря языком системным, системным мы их назовем аттракторами. Но иначе более понятно мы их назовем идеалами, идеалы. То есть ценности тут соотносимы с идеалами. Кстати, Выбер очень много по теории реального написал, вы знаете. И опять же, это то, что притягивает людей к некоторому большому, недостижимому, высокому, грандиозному. И эти аттракторы опять же, они нас ведут в ту самую путь, который называется миссией, кроной нашего дерева. Но также мы всегда знаем, что есть некоторые те люди и даже может быть группы, которые не признают общие ценности. Это тоже нормально. Общество уже привыкло с ними существовать, взаимодействовать. А без них тоже нельзя. Ибо они нам показывают, в том числе и наши ошибки. Если правильная оппозиция существует, так это значит очень здоровая часть общества. Но та правильная, которая внутренняя, которая не покупается за деньги врагов, это уже враги. Мы понимаем, что если они работают на деньги Госдепа, Пентагона, это доказано, там по Ливаде спорт был и так далее, то это как бы уже враги получается. Значит им верить нельзя, они работают на разрушение получается. А те, которые в обществе работают для общества, это нормально, что люди сомневаются, ищут. И вспомните, в советское время сколько было таких диссидентов. Не все же были плохими, скажем так. Не все же были плохими. Некоторые работали на самом деле на истинные ценности нашего мира. А сколько я вспомню людей, которые погибли за веру, скажем так. Это же миллионы людей погибли. Есть в этом смысл, конечно же. Но если мы говорим про русскую общину, которая еще была в 19 век, 18 век, то сегодня в топономике нашей есть такое понятие как выселки. Я вот сейчас ехал летом с Краснодарского края, там целый выселковский район, если вы знаете, на Кубани. И не только в Подмосковье есть, и на Украине, точнее Малоруссия, по-нашему говоря. И так далее, и так далее. Есть везде такие, даже в топономике, на картах, вот эти названия выселки. Кто такие, что такие выселки, будьте здоровы. Это те самые группы, которые не принимали ценности, не принимали ценности общины, грубо говоря. Им предлагали, ребята, или вы раз исправляетесь, два раза исправитесь, на третий раз уходите. И они уходили вот в эти самые отдельные там дальше поселочки, выселки. Само название об этом говорит как бы так. И существовали, строили там свою жизнь отдельно, отдельно. Но это уже слишком многое время на введение уделил. Вы мне извините, но вам будет время для размышления, как бы такой заправочку дал вам. И так, теперь много-много текста, я его пропущу, скорее всего. Но суть в чем, что надо понимать, что дело в том, что когда пришли большевики, Ленин, что сказал, что русские, ужасный шовинизм великорусский, как бы, да, нужно немедленно с ним бороться, немедленно с ним справиться. Теперь русские должны жить и каяться, жить и каяться. Их нужно разделить и уничтожить, как бы, и все. Вот поэтому все, что было связано с русской наукой до революции, было запрещено в советское время. Мы знаем, даже русская история была под запретом. Русскую историю не изучали, изобрели какую-то новую историю, историю революции и там всяких мятежей, и прочее, прочее, прочее. Поэтому долгое время мы вообще ничего не знали о наших достижениях в области, ну, в том числе и социологии. И еще это связано с тем, что да, когда вот эти вот ужасные потрясения начали происходить, сто лет назад с лишним, то, к сожалению, к сожалению, или не знаю почему, но по объективным причинам, скажем так, все, практически все, там почти на сто процентов социологи, которые были в то время в России, я вам скажу, там были очень мощные школы у нас, они все поняли, что большевизм это беда. Все сто процентов почти. Скажем, тот же самый Петерим Александрович Сорокин, выдающийся мирового уровня деятель, он перешел, стал советником Керенского, к примеру, даже. И не только он, как бы, да, но потом и от него ушел, конечно. Ну, и как бы, когда они все поняли, ну, это же очень просто, вы просто возьмите и оцените. Я вот скажу вам честно, любого деятеля, будь то Гитлер, там, Ленин, Франко, там, Наполеон, любого, оцениваю очень просто, его отношение к социитальному ядру, ни к экономике, ни к чему другу, к культуре, как ты к культуре относишься. Если его первые указы еще в декабре 17-го года, еще, грубо говоря, ничего власть не взяли, уже первый указ уже был об убийстве русского языка, там, да, и все остальное, вот о чем-то говорит, вот, и все остальные, как бы, указы, там, да, ну, я сейчас не буду перечислять, это отдельная тема, но вот о чем-то говорит, то есть любого деятеля я оцениваю по его отношению к культуре, к социитальному ядру общества, это принципиально важно, а все остальное уже исходит из этого, вот, вот так же все социологи, в принципе, отнеслись, притом, до революции социологи там были, тоже у них мировая база в России, они между собой там спорили, жесточайшие были споры между собой, но с приходом революции они сплотились, собственно, и поняли, что большевизм это нечто ужасное, да, вот, и в конце концов тех из них, кого не убили, вы же помните, когда Ленин ввел класс лишенцев, большой класс интеллигенции, офицеров, духовных людей стал фактически хуже, чем рабы, их лишили паспортов, их лишили возможности проживания, работы и прочее, прочее, они умирали от голода, просто, грубо говоря, целый класс людей интеллигенции, вот, и кого не убили там, тем удалось вот этими философскими пароходами спастись, а также, вот, я начал говорить про Петерина Сорокина, он спасся сначала через Германию, потом попал в США, не являясь носителем английского языка, он нашел свою методику, выучил английский язык, стал Гарварде преподавать, и даже те гении, на самом деле гении, достойные люди, тут же Парсонс, да, американской социологии, не жаловались, ну, что за беда, когда читаем лекции одновременно я и Сорокин, который русский, не носит носитель английского языка, все мои студенты к нему убегают, то есть, это был, на самом деле, выдающийся деятель, выдающийся ученый, вот, и американцы, и по сей день считают его основателем американской социологии, которая на сегодня является, все-таки, я вам скажу, ведущей, потому что они там не жалеют на них деньги, не боятся их, и так далее, и так далее, в мире ведущей, фонды у них мощнейшие существуют, и так далее, вот, то есть, до революции, ну, к ним уже отнести, как и некоторых философов, мы знаем, того же Лоски, Тугаринов, Данилевский, Дорогницкий, Петерин Сорокин, как мы сказали, Ушинский, Анисимов, Выгодский, Бажович, ну, и так далее, и так далее, Твитя Рубинштейн, дальше, ну, Ницше, Вебер, Парсонс, уже мы поняли, что они мирового уровня, как бы, да, дальше, в советское время, да, долгое время социология была под, рядом причин, под запретом, там были объективные и субъективные причины, я вам скажу, вот, но, скажем, ну, не буду отвлекаться, уж хорошо, но, тем не менее, были все равно выдающиеся ученые, в общем-то, в советское время, и в позднее советское время особенно, особенно в позднее советское время, конечно, начали появляться производственные школы, некоторые там, цеховые, так называемые, социологии и так далее, то есть, работали на манеджментах, как улучшить производительность труда и прочее, 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 начиналось с них, скажем так, это, опять же, Абушенко, Бакиров, Михаил Кацкий, Горшков, Валиманович Добряньков, Дубов, Здравомыслов, Лапин, Любимова, на умовно, вот, вы видите, все причисленные здесь, конечно, Риги, Ядов и многие другие, многие другие, и тут я не написал еще Дугина, конечно же, на сегодня, кстати, он только сегодня, помню, вчера объявил, что закончил 25-й том с военной Амахии, на сегодня Дугин, конечно, Александр Галевич, конечно, выдающий совершенно мирового уровня, такой громадный айсберг мирового уровня, и как раз вот 25-й том на Амахии, если я не ошибаюсь, называется «Особенность русского мышления», прям, это очень интересно, посмотрите, что он там пишет, хотя у него совершенно уникальная такая база, да, исследования ценностей продолжились и в западной науке в работах Блау, Бааса, Будна, Инглхарта, Уйоса, Кона и так далее, и так далее, и так далее, Тоньби, конечно, Рокиш, ну, мы о них поговорим сейчас еще дальше, Шулц и так далее, Хайбер Масс, о них немножко чуть дальше поговорим, то есть, видите, я лишь коротко перечислил на таком большом слайде, текстовый, что это очень, как бы, важная тема и огромная, ну, сотни, сотни ученых такого великого, ну, великого, не сказать, что это великого, ну, огромного потенциала, этими темами занимаются, занимаются. Вот, тут тоже текстовый слайд, я просто его поставил, и потом, если будет интерес, мы его посмотрим, на сегодня, на сегодня очень популярна у нас, я вам скажу, вот в области, особенно среди молодых ученых, социологов, модель Рокиша, Рокиш венгерский, в общем-то, американский венгер или венгерский американец, ну, из Венгрии в Америку, значит, вы понимаете меня, да, Америка, конечно, как пылесос, она впитывает всех ученых, в общем-то, ну, в общем, правильно делать, сейчас Китай начал то же самое делать, наверное, правильно, с точки зрения развития общества, ну, есть, что-то в этом есть, да, и вот он уехал в США, и там, в общем-то, у него удалась довольно приятная, приличная такая, удобная модель, модель, опять же, по изучению ценностей, но в большей степени ее любят психологи, почему-то, потому что она технологичная, технологичная, ей легко работать, ей легко, как бы, добывать эмпирику, эмпирику, но вот мы не договариваем, а там тоже есть некоторые противоречия, вообще, честно говоря, все гуманитарные науки, они не идеальны, ни одна из них, на сегодня есть возможность их проверить, вот, я не так давно читал, что там с помощью суперкомпьютера, который быстрые операции совершает, вот, проверили, проверили несколько теорий, в том числе, к сожалению, социологических, и ряд других, на их валидность, то есть, насколько они соответствуют действительности, вы знаете, из всех проверенных гуманитарных теорий ни одна не валидна оказалась, ну, столько, ну, как бы, да, столько существует громадное количество факторов просто, которые на невозможном учесть, вот, вы вспомните, сегодня вы встали, первые мысли какие, я тапочка один в левой ногу или правой ногой, да, уже какие-то сомнения, уже какие-то мысли, и что же я буду делать дальше, и прочее, 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 и этих же факторов у нас только в одной голове, их уже миллионы, как бы, до этого вечера собралось, а еще вечер впереди, да, вот, а нас же тоже миллионы, вот, и поэтому все вот эти вот факторы соотнести, структурировать, ну, фактически, ну, невозможно просто, ну, видимо, и слава Богу, если бы это умели делать, то нами так бы управляли, наверное, да, так система самая рейтинга китайская показала бы нам сказкой тогда еще, да, хорошо, вот Рокич, что говорил Рокич про ценности? Он говорил, что ценности есть устойчивое убеждение, что определенный способ поведения или существования есть индивидуально, или социально предпочтительный выбор поведения в сравнении с другими видами поведения и существования. То есть, Рокич вывел 3 типа убеждений, 3 важнейших, самых правильных типа убеждения. Это экзистенциональные, оценочные и прогностические. Но, Ну, казалось бы, первые два настолько важные, да, то есть, жив или не жив, грубо говоря, такие жизненно важные просто. Второй оценочные. Но он сказал, вы знаете, первые, экзистентациональные и оценочные, их тяжело изучать. Там столько особенностей, там такие грандиозные схемы, просто с точки зрения технической, ну, блин, ну, тяжело их изучать. Давайте попроще возьмем прогностические, они же тоже важные прогностические, то есть, как нам действовать. А с точки зрения менеджмента, маркетинга, ну, принципиально важные, согласитесь, принципиально важные, да, вот именно эти части. И вот на основе прогностических, как раз-таки, он и вывел те самые терминальные и базовые ценности. Те самые терминальные и базовые ценности. На сегодня огромное, подавляющее, наверное, число социологов, как бы, вот этим и пользуются. Они очень удобные, на самом деле. Но я скажу, что, наверное, не только социологов, скорее всего, социальных психологов. Потому что я вынужден сказать, чувствую, что у меня тоже будут психологические вопросы, у меня уже вижу. Что есть некоторая разница в предмете изучения психологии, социологии, как бы, да. Ну, грубо говоря, психология, мы же понимаем, это личность, да, психология – это личность. Пси – душа, наука – душе. Правда, душу она отрицает, но, тем не менее. Психология – наука о душе, почему, как бы, она заботится о личности. И ее круг интересов, он вокруг личности. Ну, а общество, эти личности формируют, их же много, там, да. И вот этот вот дух, если психология – наука о душе, то, может, я думаю, смело сказать, что социология – наука о душе общества, о душе людей уже. То есть формируются новые качества, новые стандарты, какие-то новые образования, да, которые соответствуют и на душе общества. Это более, там, жесткие эфиры, может быть, какие-то, да, ну, в общем, другие категории, другие категории образуются, да. И поэтому, вот с этой точки зрения, когда мы говорим о ценностях, о ценностях, то, что получается, мы разделяем ценности, как и любые другие категории научные, на некоторые параметры. Первая группа относится к теоретическим. Даже когда мы изучаем, вот тут учитесь, если от мои некоторые студенты, бывшие, еще не надоело, оказывается, они стали уже большими специалистами, все равно пришли. И о чем мы говорили, что даже когда они писали курсовые свои дипломы и кандидатские, да, то из целей ставили две цели. Разбивали две подцели. Первая – теоретическая, теоретическая, где мы разрабатывали модели некоторые, модели, те, которые в дальнейшем мы могли бы использовать в других подобных исследованиях. Это очень серьезная тема, очень серьезный подход, который крайне важен, крайне необходим. Почему? Потому что если мы правильно систему рассмотрим, и источностные аспекты, и структурные аспекты, и все остальные, то мы эту модель опробируем и можем валидно предлагать в подобных исследованиях. Не тратя огромные там снова энергии, деньги, время и так далее. Важнейшая цель – это теоретическая, добыча теоретической информации, теоретической модели. Вторая, не менее важная цель – практическая, выработка инструментария, технологий, которые позволяют нам непосредственно принести пользу в наши проблеми. То есть любое исследование начинается с обнаружения противоречия, проблемы, которые определяют объектно-предметную область. И цель, в том числе, практически основана на том, чтобы разрешить эти противоречия, данные конкретные. Две таких громадных аспекта, притом с точки зрения использования ценности, как раз-таки психология работает над личностью. Поэтому больше переходит, хочешь или не хочешь, на инструментальный аспект. На инструментальный аспект дальше мы в этом убедимся, посмотрим их определения, посмотрим их собственностные аспекты и сравним с социологическими. Социологи, конечно, работают большими масштабами, большими аспектами, но в этом-то она и более проникает. Я, честно говоря, как и многие другие социологи, считаю, что психология – прекрасная наука, но она является первой ступенькой к познанию социологии. Пусть мне просятся социологи, а психологи. И вот таким образом мы видим, что терминальные, первое, терминальные или базовые, в сущной основе такие ценности, они отражают предпочитание человека в отношении конечных целей, которые должны быть достигнуты, и к ним люди стремятся, стремятся всю жизнь. А это убеждение человека относительно средств достижения конечного результата. То есть то, что мы к концу стремимся, что наиболее важно, те самые, которые, чем они менее достижимы, тем они более привлекательны. Тем они более привлекательны. А вот ценности инструментального порядка – это убеждение человека относительно того, как достичь ценностей терминальных. Ну, к примеру, любовь – ценность уровня терминального, базового. А вот как влюбить в себя девушку, там, да, ну, или, не знаю, парня, сейчас много книг пишут по этому поводу. Да, это уже, вот, алгоритм уже инструментальный, эти технологии уже инструментальные, как вот добиться этого. Вот это инструментально уже. Ну, тут, конечно, есть урок, я уже показал эти крестики, вы уже увидели, что почему он оставил экзистенциональные и оценочные убеждения, тоже к ним вопрос. Ну, к этому можно вернуться, и у кого есть желание, пожалуйста, можете разработать свою интересную в этом отношении модель. То есть он дал нам возможность поработать еще. Это интересно, здорово. Снова много текста. Так, я вот пообещал, что, ну, коротко, буквально пробегусь. Подавляющее большинство психологических теорий, а, ну, по Рубинштейну. Рубинштейн, в принципе, тоже довольно сильный психолог. Дал хорошее определение, базу хорошую тоже дал. Нельзя его обойти. Вот, Рубинштейн у меня в проблемах общей психологии считает ценности, как значимость для человека чего-то в мире. И только признаваемая ценность способна выполнять важнейшую функцию поведенческого ориентира. Обращаю внимание, только признаваемая ценность. То есть, да, бесспорно, ценностей может быть огромное количество. Но только то, что мы признаем, что нам это ценно, то и является нашим поведенческим актом. Я тут уже от себя добавил, видите, курс сил. Признаваемая обществом. Потому что там дальше мы увидим, буду говорить на первой ступени, те ценности, которые относятся к животному миру, грубо говоря. Они могут признаваться человеком, как бы, да, они важны, конечно, нам важно, опять же, есть, одеваться, спать и прочее, 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 что животным, соответственно. А вот дальнейшие уровни уже там, да, поднимаемся выше, и там уже мы говорим только об обществе. Там, если общество тебя одобряет, ты к этому стремишься. Если общество не одобряет, так нехорошо. Нехорошо там, допустим, ну, сами знаете, бывает, значит, это уже общественное. Дальше, подавляющее большинство теорий современных психологических свойств к тому, что это формирует, тоже важный момент, что, там дальше мы вами поймем, почему. Что ценности, это формируемые длительный период устойчивые компоненты. Формируемые длительный период устойчивые компоненты. То есть, у каждого человека, вот он рождается, и в связи с тем, что как он, где он растет, как бы, да, формируются некоторые устойчивые компоненты. Но вот те, кто уже видел жизнь, как бы, да, они тоже могут сказать, что такое не всегда, наверное, было. Или фильмы, может, смотрел. Такое не всегда бывает, что, бывает так, что человек рождается в одном, как бы, мире довольно, ну, в каких-нибудь бараках, грубо говоря, но он сохраняет некоторые благородные черты характера, как бы, да. То, о чем говорили китайцы, там, разделяют даже очень чуткую структуру этого дела и так далее. Такое тоже встречают. Отчего и почему. А вот в этом отношении, опять, социологи дают эмпирику, как раз-таки опровергающую эти психологические утверждения. А психологи говорят, что нет, вот мы формируем, набираем, набираем и все. Вот, оказывается, не совсем так. Работают в большой степени, работают факторы биологические, я вам скажу. Это дальше мы увидим еще. Да. И опять Кант. Все-таки Кант, наверное, тоже нельзя в них социологом отчислять, причислять. Кант, признавая роль практического уклона на работу непосредственно с ценностями поведенческих ориентаций, он видел в этом противоречие, то самое, о чем я говорю, противоречие теоретического, то, о чем мы уже поговорили, теоретического и практического разума. А чистое познание должно быть оторвано от всех видов именно практической деятельности. То есть, если мы хотим знать, что это правда, значит, мы должны быть совершенно отрешены от своих личных убеждений. Вы знаете, вот на сегодня меня крайне интересуют вот эти вот все более интересные, все более доступные для общества испытания, эксперименты в области квантовой физики. Эти вот наши S500, S600, которые их F-35 вообще как бы не... Они такие миллиарды отдали американцу на F-35, он там не золотой, он патиновый уже как бы, да? А мы уже его, собственно говоря, легко видим на базе наших новых научных достижений. Квантовая физика. Так вот, квантовая физика, есть такой термин, как квантовая запутанность, как бы, да? И там существует много очень интереснейших, на самом деле, закономерностей, принципов, которые позволяют, вот в том числе, и их проектировать на общество, на общество. Ну, вот самый простой, я же не буду про квантовую запутанность говорить, самый простой, пожалуй, то, что наблюдают переход, грубо говоря, расщепляют атом, и атом, если он переходит из одного двери, грубо говоря, в другую дверь, как бы, да, он не меняет себя. Бывает такое, знаешь, меняет. Но если туда поставить наблюдателя, и он знает, что за ним наблюдают, всего лишь там, ну, мелочь какая-то, это же не человек, не животное, атом какой-то, да, часть, атом, там, ядро, протон, электрон, и так далее, то он под наблюдением обязательно меняет. То есть вот те самые переходы, о чем Шейнштейн говорил, переход материи в нематерию фиксируется и зависит от наблюдателя. Это чрезвычайно интересно, понимаете? Вот, как бы, наблюдатель, наблюдатель, он всегда свою энергию использует, хочет он того или нет. О чем говорил Кант еще, который не знал о квантовой физике ничего. Вот, что крайне важно, чтобы быть максимально удаленным от наблюдателя. Максимально удаленным от наблюдателя. Поэтому тут, да, тут очень много интересного вообще в развитии современной физики, как бы, она вся соотносима социологией. Там очень вообще такие интересные теории происходят. Да, вот, поэтому, опять же, мы должны понимать, что тогда будет и отрешенность, тогда будет непогрешенность, тогда будет наиболее материал правильный. Тогда мы будем говорить о правильных инструментариях, о правильных категориях, которые мы имеем, которые мы владеем и оперируем. Потому что частенько нам дают черное, за белое, белое, за черное. В общем-то, и мы не можем понять, где же она, правда-то, она есть. Так, снова, снова, снова тексты. Я опять, ну, тут, знаете, о чем я хочу сказать, что, о чем хочу сказать, сколько времени осталось, чтобы я успел-то важное. Еще, часов шесть еще? Нет, еще шесть. То есть еще время, сколько осталось у нас? Безти шесть. Сейчас еще есть, спасибо. Катастрофа, тогда я все это пропускаю, вы меня извините. Тогда, ну, я вот, я оставил, как бы, на слайде, хорошо, вы меня простите, пожалуйста, вы все это можете прочитать, я просто не успею, да. Тут некоторые определения с Донецкого и Томаса, они очень интересны, просто, потому что я так пропускаю, но у них уже очень много говорите, они, в самом деле, достойны внимания. Ну, вот, я оставлю их, чтобы все люди, как бы, здесь уже заинтересованные, усиленные, в науке умные. И у нас еще будет время на вопрос, я отвечу. Вот, ну, к сожалению, пропущу уже это. Вот, это Петерим Сорокин, тот самый, который вынес ценности, как значимые для них сами по себе, определяющие социальное поведение, играющие первостепенную роль в мироощущении, распознавание своего и чужой. И это есть основа, основа мироощущения. Мы, вот, на праздничной лекции говорили, все тут алгоритм, что мироощущение, это притеча мировоззрения. Важнейший лекинг, как бы, да, в нашем понимании. Здесь тоже интереснейшие такие алгоритмы понимания общества Драбницкий, Рубейштейн, Лоский. И опять на Канте, на ту самую активность духа Канта, тоже достойного внимания, активность духа, позиционизм, позитивный дух и прочее, прочее, прочее. Здесь современные словари нециклопедические рассматривают ценности как предельные рамки социокультурной активности, фундаментальные нравственные этические нормы, обеспечивающие целостность социальных систем посредством нормированного регулирования. При этом, чем они менее достижимы, тем они более ценные. То, о чем мы, к сожалению, уже с вами сказали, но не смогли дольше на этом остановиться. Опять же, интересное предположение об этом отца американской антропологии Баласа, о нем уже вспоминал сегодня, который разбил, в общем-то. Но он сказал, что, ребята, вот этому Карлу Попперу Диверти, Карлу Попперу Открытое общество, как бы, да, он сказал, что весь мир, он, как бы, имеет одни ценности, как бы, да. Нет, даже Босс об этом говорил. И многие, наши все об этом говорят, что, конечно, нет, конечно, есть те самые миры, есть тот самый русский мир, который определенный модель ценностей имеет, наверное, китайский мир, западный мир, о чем Вебер говорил, может, и арабский мир. У них свои группы ценностей. И не может быть иначе. Допустим, посмотрим, элементарная эмпирика, вот Боус сравнивал, говорит, американская, да, личный успех, индивидуализм, у нас коллективизм и соборность. Но тут тоже некоторые ограничения, нет времени рассказывать, что город и не город, разные вещи. Дальше активный и упорный труд, дальше общественное благо, эффективность, полезность, прогресс, у нас сострадание, милосердие, противопоставляется, то есть они-то не могут понять, зачем, это же не выгодно, неэффективно, не полезно, зачем вам это надо? Кстати, тот же Вебер об этом говорил, сейчас к этому вернусь, хорошо, не буду перескакивать, и так далее, и так далее. Данилеевский, опять же, к Данилеевскому отсылаю, те самые культурно-исторические типы. Не человек имеет базовые ценности, но человек принадлежит группе родовых и национальных базовых ценностей. Заметьте, как отличается от психологов, там наоборот, да, не говори. Они формируют социальные нормы, миссию и задачи развития народа. Базовыми ценностями является такой сущностной смысл социальной активности, который создает стереотипы и стандарты, формирует мировоззрение и поведенческий модус, определяет принятие индивидам ключевых решений. То есть, ну, это основа всего, о чем мы говорим, ценности. Далее, некоторые ценности, ну, модели, нет времени их, извините, пояснять, но я оставляю, можете посмотреть их. Есть далеко не все, я же говорю, сотни людей этим занимались, свои какие-то критерии искали, свои какие-то оценки, свои какие-то иерархии выстраивали. Вот опыт, пожалуйста, теоретические, экономические, эстетические, социальные, политические, религиозные. Но я не скажу, что мне очень нравится, но он есть, скажем так. Вот структура ценностей наших социологов. То есть, они пришли к тому, что от носителя ценностей он понимает значимость, сформирует норму и идет к некоторым идеалам. Собственно говоря, они пояснили вот этим самым, что такая модель, она показывает, что любое общество существует до тех пор, пока жива его культура. В этом отношении еще раз Конфуцию отошлю. Когда Конфуция спрашивали, учитель, враг, у ворот, что делать? А что? Да он требует, чтобы мы отказались. Извините, я сейчас уже понял, что время моряк. Он требует, чтобы мы отказались или от императора. Что нам делать? Он говорит, в первую очередь мы, конечно же, откажемся от еды, от жизни или от императора. Он говорит, в первую очередь мы, конечно же, откажемся от еды. То как же от еды мы откажемся, отвечают ученики его? Но мы же половину вымрем, но половину останемся и выжим, и сохраним себя. А во вторую очередь мы откажемся от жизни. Как же мы от жизни откажемся? А кто же тогда? Кто-нибудь выживет. Кто-нибудь выживет, но это будут китайцы. Их тоже много, да? Это будем мы. Это будем мы. Мы сохраним свою культуру, свои ценности. И пусть мы физически умрем, мы душу нашу, ценность, стержень сохраним. Тогда это будем мы. Но если мы откажемся от императора, от ценностей, там у них это очень связано, тогда мы будем уже частью врага. Те, кто будут живы, это будем не мы. Мы будем частью врага. Это будет анти-наши. Не о чем, ассоциации современных никаких. Убей себе русского на Украине. Что-то в этом есть. Вот как бы есть такое. Вот Инглхарт. Очень интересная модель Инглхарт. На сегодня она очень популярна. Но я вам скажу, что он проводил свои исследования Инглхарт. Вот еще в советские времена, как бы в тем наших. И тогда вот он честный исследователь. У него которые большие деньги, огромное количество исследований проводил. На самом деле были ресурсы, резервы. И он выявил модель Инглхарта, модель ценности ее, по ряду критерий, по ряду параметров. И тогда он еще сказал, ребята, моя модель не работает везде. Она работает в западном мире. Вот в коммунистических странах, ну в постсоветских странах, там где другие уже ценности, она не работает. Там другие модели ценностей. И он это признал. Вот на сегодня, кстати, открываем интернет, как бы, да, и видим модель ценностей Инглхарта. Она такая, линия. Вверху там Скандинавия, США, Англия. Прекрасные ребята все. Россия там жадная, отвратительная, коварная. А он, гавы, когда еще не было политиков, он говорит, что ребята, моя модель там не работает. Но сегодня политика превзошла. Нет, 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 тут понимать, в чем дело, он просто брал эмпирику. Он тут ни при чем. Как бы я вам проквантовую... Если я не ошибаюсь, он немецкого происхождения, могу ошибиться, но он американец. Происхождение там Изенхауэр немецкого точно знаю. Семилиан Вебер? Вебер чисто немец, немец, немец. Не Австрия? Нет, немец. Вам ближе, Австрия? Там тоже, Горновой же хорошо, конечно. Кто же любит? Да. Да, да, да. Вот о чем я говорю. Что он говорит, что все правило, все-всемер... Гитлер-австрийского распутали. Извините. Вот он в санкции... А, тоже Шварц. Нельзя пройти мимо Шварца. Шалмут Шварц тоже, считаю, что выдающийся ученый, израильский. Ну, посмотри, он является и профессором высшей школы экономики, но если он не жив еще... Вот нельзя мимо него пройти. Почему? Потому что на сегодня его модель, она почти везде, особенно в западном мире, тоже в Гэлопе. Гэлоп на сегодня самая мощная мировая модель социологическая. Я скажу, она и в России, потихоньку, год за годом забрала весь рынок маркетинговых исследований, к примеру, представляете? Она полностью на Украине давно уже правит там. Когда я на Майдан ездил, чтобы посмотреть, что там происходит, я открываю страничку Гэлопа, они с самого начала Украину контролировали все. И довольно, я вам скажу, объективно. Исходя из тех данных, которые они там брали, они строили все модели революции Майданов и всех остальных. Тоже самое сейчас у нас происходит. Они на каждую категорию на сегодня наношу, все-все в WhatsApp, на каждого человека дают свою уже целенаправленную информацию, вбросы в сети и прочее, прочее. Тут как бы позволяют себе технологии все это. Вот они этим занимаются. Но вот они, на самом деле, я считаю, что большой молодец товарищ Шварц, что он сказал, в отличие от Инглхарта. Шварц сказал, что моя модель, вот вы смотрите, внизу написано, что моя модель, читаю даже, попытки других исследователей увеличить перечень моих ценностей не увенчались успехом. Моя модель универсальная. Только я прав и больше никто. А тот же Инглхарта по-честному сказал, ребята, только в западном мире работают. Он говорит, везде работают. В итоге были просто курьезные случаи, когда его модель ставили, а в некоторых странах она явно не работает. И там люди, которые понимали, они говорят, ребята, а где инструментарий-то покажите. Ну, смеялись просто над инструментарием. И в этом плане даже Султан Брунея попросил, ребята, сделайте нормальный инструментарий для нас. Мы же другие. Они иначе попытались сделать. Там и ЧП, ну, индекс человеческого развития. Индекс человеческого потенциала, спасибо. Когда в ООН проводят эти исследования, попытались исправить эту ошибочку, ничего не получилось. Вы знаете, там мы ставили некоторые признаки, ну, духовность, антидуховность. Но нет у нас духовности, где мы ее возьмем. Если нет в их мире духовности, его модели ценностей нет, духовности вообще нет, критериев, как бы, да. Это очень сложно, мы не смогли это сделать. Так и признали, что не смогли. Ну, а что же вы тогда изучаете? То, что вы не можете изучить тогда в этом случае. Своими моделями изучаете другие миры. А деньги там хорошие. И вот он говорил о том, что, да, модель они сделали. Дальше я вам покажу. Ну, там маленькая, вообще, дальше покажу. Большую я вам. Большая круговая модель, разделенная на две антианомийные, конфликтные оси, которые открывают измерения. Ну, вот давайте, что там говорить, покажем их. Вот они есть. Справа, значит, сама трансцендентность, слева, наоборот, открытость изменения. Также слева внизу самовозвышенность, справа консерватизм. Чем они более противоположны, тем они более анамийны, по-моему, учаются. То есть, конфликтные, скажем так, конфликтные, менее мотивационные. Ну, в общем-то, мы увидим, что все они есть. Вот тут про доброта. Я с английского перевел, вот эти все, сама трансцендентность, доброта. Ну, там суть такова, что, в чем она заключается? Что, чем я тебе больше дам, тем я больше рассчитываю, что я больше получу. Вот такая вот, как бы. То есть, ну, абсолютный эгоизм, как бы. Это не Шварц выдумал. Это он не выдумал. Это его эмпирические данные, понимаете. Он достаточно профессиональный, в общем-то, со слов. Он провел достаточно профессиональные исследования и получил достаточно профессиональные эмпирические данные. Привел, как бы, его нормальные, последовательность. Это вот реально, как бы, есть модель, существующая. Я ее называю только моделью западного мира. Нельзя... Ну, это столько примеров, когда она, наверное, не работает, просто в другом мире. Она не работает. А у нас ее везде-везде ставят, потому что Шварц это высшая школа экономики и так далее. И так далее. Ну, тут я, как бы... Я знаю, что со мной будут не только теперь психологи, а психологи некоторые спорят. как правда превыше всего да вот вот но опять же в этой модели через эту модель те кто проводит исследование руководстве этой модели они говорят что русского человека крайне низкий уровень достижительной активности мотивации на успех самоорганизации а ведь самом деле не знаю как вы еще вот как бы замечал он даже в советские времена те же самые дороги мы строим да проезжаешь бывает ну так хочется быстрее по нормальной дороге пробки достали уже а строители сидят курят раньше сейчас они что делают телефончики сейчас чем кинуть не хочется чего же вы не работаете где же совесть то ваша как бы да где вот эта самодостижительность и все остальное да ну и в жару также поверьте в жару еще хуже в жару жара у нас летом морозы да и так далее тогда и зима жара и прочее прочее я не о том что вы знаете в чем дело вот если мы вот по этим моделям развиваемся учим своих менеджеров своих ученых по моделям иностранным это добрянков сказал не я лище то мы такое получаем а вот до революции у нас почему были такие темпы развития сам большие в мире собственно говоря и мы столько достигали выше нас темпов ни у кого не буду революции кстати там такие безумные просто темпы были на французские социологи посчитали что к середине века мы должны были всю европу поглотить экономически и население было было с полмиллиарда если не большевики это опять же эмпирика вот а в чем дело а вот в этом отношении есть такой хороший экономист который сказал что я уже больше не экономист социолог валентин юрьевич катасонов вот великолепно на самом деле гениальный ученый и вот он привел такие примеры что основы вот этого нашего успеха два в соборности русский капитализм в отличие от западного западный судный процент все религии мира запрещали рухи процента западной соборность вы скидывались и покупали что ли такие бы предметы труда производства и так далее покупались и развивались таким образом и все были друг от друга зависимы все вопросы решались в сочетании с интересами каждого каждого и вот эти вот артельные принципы хозяйства они были превыше всего и вы знаете сегодня современный менеджмент мирового уровня он наконец начал понимать что вот в этом что то есть и вот эти вот организации которые вы сегодня слышали так называемые бирюзовые организации это и есть те самые кальки с той самой артели нашей но даже сталин артели как бы ленинка шпижаму здорово даже сталин артели все-таки возрождал представлены было более полутора тысяч артелей между прочим крайне эффективных они работали в крайне неэффективных условиях это тайга это вот золотодобыча вот там где очень тяжело но они были крайне эффективны они сами определяли все свои условия деятельности своей то есть артель самоорганизация имеет важнейшее значение а это и есть на чем она основана ценностях наших артель то слепок общины община она сохраняла каждую нашу ценность там нельзя было все знали что если твой сосед там пьяница или жену бьет как бы да убейте жена мужа своего там огромный смысл как бы да но если он ее бьет то все артели его накажет как бы она не в том боялась она боялась в том плане что она в нем бога видела как бы да ну ну другая история у меня есть другие риск по феминизму чудас вот в чем дело вот почему настолько важно все это происходит и к сожалению я пропущу этот слайд потому что время не позволяет вот но вы можете прочитать хорошо вот у еще сколько же написал то на что и надеялся идем дальше хорошо если позвольте тут просто некоторое объяснение почему мы подходим к нашей модели русских базовых ценностей и в этом отношении мне просто тут я уже не могу пропустить это михаил константинович горошков иногда мы с ним на конгрессах встречаемся видимся директор института социологии ран выдающих наш ученый он проводит лонгитюдные исследования по ценностям десятки лет десятки лет проводите исследования вот и кому кому как вот ему не верить я не знаю на сам человек который но смотрите о чем он говорит мы наблюдали говорит советское время ценности базовые в эти безумные перестроечные годы даты трансформации и вот время стабильности вот наша современная время путина уже ну как же так совершенно разные палитры советское время одна методология одна жизнь в перестроечные годы и бандиты это уже знать там тебе ужасы какие-то все хуже чем сейчас на украине а может не хуже ну примерно так наверное вот и вот наше время но совершенно разные палитры же ценности не меняются ну как то не может такого быть ну другие же действия социальные происходят как они не меняются мы начали пройти всякие там конференции круглые столы и начали думать в чем же дело инструментарий оттачивали 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 но всех уже гостей приглашали в международные конференции но ничего все ровненько хорошие инструментарий то у нас вот пришла идея проверить те данные которые мы не сами проводили а контент анализа то есть анализ источников старых насколько возможно веками на веками погрузить где могли просто веками базовые ценности неизменные вот он из этой железобетонные это вот его интервью он тут пишет не железобетонные они не меняются базовой ценности инструментальные до базовые железобетонные не меняются они отношения к семье к маме к папе к женщине там да к родине они железобетонные у нас просто что ты хочешь делать они такие есть зато мы и умираем в окопах идем в бой и так далее то о чем он говорит мы не можем двигаться не сможем принять понять себя не поняв ту базовую систему ценностей на которую мы будем операции это ключевой это исходные вот у нас особо душевная гармония чистая совесть то есть исходя из других он сравнивает он имеет возможность душевная гармония чистая совесть много ли вы знаете стран где в пятерки шестерки базовых ценностей такие понятия заложены это очень важно русское традициональное сознание подразумевает общественное сознание или впереди где впереди не индивидуально общественно но собственно говоря живем мы не для себя те кто живет для себя это потребитель собственно говоря он не может это незачем а живем и ради общества и чем больше круг наших интересов тем чем больше мы отдаем свои идеи свои силы большим кругу людей боремся грубо говоря за мир там да за родину так далее за украину ту же сам наш родную тем больше как бы мы счастливы по идее я мушатрирую а может и нет поэтому как бы такова наша природа таковой наши ценности и наша сила и наша сила да да и наше счастье правильно согласен с вами до ценностная система его ядро они железобетонные железобетонные об этом же говорил петербург вернуться об этом же говорил в протестантской этики в вебера тоже немножко пущу там коротко я возьму 2 понятия он говорю что оценивая мир и западный восточный он говорил о том что существует модель цели рациональная и ценностно рациональная цели рациональной модели выбер называл он там назовав незападные протестантский мир протестантский мир то что протестантской этиками больше их изучал но что они направлены на какую-то цель определенного у них основная идея успех успех а вот восточная ненормальная у них долг какой то то есть если западный человек найдет от точки а к точке б прямым путем раз дошел успех есть все хорошо эффективность я молодец я от меня получилось то какое-то восточный как они нормали не какой-то долг внешне будете от точки к точке Б, он зовет, то цветочки понюхает, то бабушку через дорогу переведет, что еще не будет сделать. И опаздывает. Мы уже к точке Б, там следующей идем, а он еще к этой не дошел. Поэтому они тормоза, а мы тут сильнее, как бы получается так. Ну, не совсем так. Вебер не был русофобом, в отличие от того же Энгельса или Маркса. То, что вы выделили вот эти два понятия, что цели рациональные – это успех, а ценность на рациональный – долг, и цели рациональные – это протестанты, а ценность на рациональные – православные. Кстати, потом его многие оспорили. Тут же Гроссман сказал, что нет, не протестанты, а он сравнил католиков европейских. Он говорит, что вся западная Европа – это и есть цели рациональные. Ну, то есть, Империка потом показала, там даже границы нарисовали другие ученые. Это долгая история, но это все реально подтвердилось. Многие, многие потом занимались вопросом, и оно подтвердилось на самом деле. Ну, и об этом же, в общем-то, наши известные герои, памятники, которым в России все уставлены, и города ими называются, там Энгельс и Маркс, всякие. Энгельс писал, «У Европы только одна альтернатива – либо подчиниться варварскому иегуславян». То есть, у нас было такое развитие, что мы вполне могли как бы вернуть свои территории. «Либо подчиниться варварскому иегуславян, либо окончательно разрушить центр этой враждебной силы – Россию». Это Энгельс писал. Также очень много про Россию Маркс писал, «Ужасная Московия», я про Ленина уже не говорил, про Ленина вы сами можете почитать. То есть, они все-то понимали, они все-то знали, как бы, да, они, в общем-то, на это и настралили, там много интересного. Вот, ну, в общем-то, заканчиваю, а еще не подошел. Да, значит, анализ всех вот этих исследований дальнейших, он позволяет нам прийти к идее трехуровневой. Анализ идей Горшкова, Дугина, Данилевского, Данилова, Дероберти, Здравомыслова, Иваняна и так далее, Петрия, Тихомирова, Жан Теренча, Точенко и так далее. Все эти исследования, эмпирика и теория позволяют прийти к некоторой трехуровневой модели, которая существует у нас, на самом деле, которая, конечно же, вам известна, она, как бы, устами многих авторов уже неоднократно была произнесена. Трехуровневая структура ценностей, включая ценности от твердоматериальных до эфирно-духовных. Итак, презентую. Нет, еще нет. Но это все еще обоснование, вы простите, я оставлю, дома почитаете. Просто нет времени, к сожалению, очень ограниченное время, я понимаю, что... Вот эта модель. Итак, мы видим, что в верхней части это те самые духовные ценности, далее соборные, далее насущные. И вспомните, что сделали большевики. Первым делом, когда они пришли, они первым делом перечеркнули духовные ценности. Все. Церкви разрушили, придумали, церковь какое-то обновление Веденского поставили, который просто демон какой-то был. Вот. Всю идеологию запретили, все русское запретили, даже русский язык убили. До сих пор русские не имеют права на русский язык. До сих пор. У меня, кстати, одна лекция будет «Семантика русского управления». Мне она сам очень интересна, если будет возможность приходить. Приглашаю вас. Надо уточнить с организаторами. Ну, там, по-самому деле, много интересного. Да. Вот. И насущные. Насущные – это те самые ценности, которые... Ну, те самые животные. Да, мы все очень животные, все иногда кушаем, иногда спим и чуть другое делаем. Соборные – это коммуникационные, информационные общения, как бы то, без чего мы тоже жить никак не можем. Там много и основ патриотизма и прочее, прочее, прочее. Но и духовные – это то социитальное ядро, как мы уже поняли, на основе чего мы вообще такие есть. То, что нас складывает, чем мы особенны, чем мы отличаемся и в чем, как вы правильно сказали, наша сила, наше будущее, наша слава, наша миссия. А вот большевики, когда перечеркнули духовные ценности, то это что получилось? Сразу социологи сказали, ребята, это вот то же самое, что корицу. Не знаю, может кто-то вас видел, как корицу берут, рубят голову ей, да? Ну, вы посмотрите в Ютубе. Что она делает? Она еще прыгает, прыгает, восемь лет попрыгала. И все равно, конечно же, она упадет. Ну, очевидно. Без ядра, без сердца, без головы, ну кто что. Поэтому социологи сразу сказали, что этого не будет просто, этого не будет. Ну, тут Либон, как бы, тут уже эти самые ЭЧП и так далее, и так далее. Ну, уже дома прочитаете, к сожалению, нет времени. Свините, пожалуйста. Примеры. Примеры Толстого тоже прочитаете. Ну, допустим, наш многими любимый, многими нелюбимый, вот этот телеведущий Соловьев, когда у него была передача «Барниру», Проханова, тоже вами известного, приглашал на передачу, говорит, я не понимаю, вы вроде бы такой не суперменник какой-то, не Шварценеггер, как бы все, помните Проханова. Вот, тоже такой мыслитель довольно известный. Ну, почему вы с такими мастистыми либералами всегда выигрываете с большим перевесом, я от него не могу понять. А вот, как раз таки в этом и есть, что Проханов, он просто апеллирует на то, что знает, на то, что в чем уверен, на те самые базовые ценности нашего русского мира. Вот и все. Весь ответ на этот секрет. Вот. Примеров много, на самом деле. Ну, первый, там тоже сторинг. Мат-капитал. Тот же мат-капитал, когда появился, все со словами сказали, ребята, да, он поднимет немножко рождаемость, но ненадолго. Нельзя. Детей, я, кстати, когда на Украину ездил, там тоже сравнивал ценности просто на Майдане, спрашивал, что для них дети значат. Это не деньги. Дети – это не деньги. Дети – это луч света какой-то, определенный. Ну, духовная радость некоторая, да, это счастье. Вот и только с деньгами – это деньги хорошо, конечно. Он нужен, Мат-капитал. Ну, грамотно это делать надо. Все системы это делать надо же. Начинать нужно, как раз-таки вот именно той самой высшей части из духовных ценностей. Это, конечно, начинать. И все это гармонично, совместно делать же надо. Почему у нас не слушаются супругов? Надо ответить на вопрос, да. Опять же, посмотрите на сегодня. Включаем телевизор. Везде этот шнур. Это же, ну, как его назвать? Это же такая дебилизация нации. Просто, да, маты постоянно, это гадости. Под прекрасную такую ритмическую музыку. Дун-дун-дун-дун-дун-дун, да. Но это же деградация нации. Везде, в каждом канале шнур. Везде, в первых каналах шнур, шнур, шнур. Что он там делает? А в то же время та же самая Чечерина спела на Донбассе. Все закрыли ей. Больше ни один концерт не пускают. Парижников на Донбассе появился, все роли отняли и так далее. Факты. Что происходит? Вот такие вот вещи, к сожалению, мы сегодня тоже имеем. Не очень хорошие. И последний свадик, с вашего позволения. Я уже понимаю, что все ваши ожидаемое время отнял. Последний свадик. Вот мы возвращаемся к нашей той самой модели, с чего начинали. Видите, ценности. Вот тот корень. Нормально видно корень. Кстати, я почему поехал на Майдан тогда? Потому что появилась везде информация, что вдоль границы русско-украинской, современной, везде иконы стали мироточить, если вы помните. Да, было такое. Не в одном храме, а во многих храмах стали иконы мироточить. И я понял, что что-то как бы неспроста. Быстренько на кореньке написал программу исследования. Вот съездил, провел это исследование. Очень интересно. Очень много огромных впечатлений. Что там получилось? Да, ценности у нас одинаковые. Малороссия, Великороссия, Белороссия — это все единое целое. Зря Ленин все это разделил, конечно же. Это все единое целое. Традиции обыча и ритуала во многом у нас общие. Во многом общие. Собственно говоря, культура русского мира, она и там культура русского мира. Сейчас у меня друзья приезжают простой народ. Они категорически против простой народ, того, что происходит там. Но их там закрепляют уже в АТО всех. Если там убили, ранили друга товарища, то кровью повязано. Это уже категорически, конечно. Ладно, когда по ушам труд, а когда кровью повязано, то все другая история. То есть это уже серьезные проблемы. Но тем не менее, культура нашего мира общая с ними. Единая культура. Дальше. А вот тут они уже начали навязывать. Помните, вот эта девочка стояла там. Я хочу там кружевные трусики и все остальное. То есть символ западного мира получает уже все. Символ, что вот такой, уже что-то такое вычурное, ажурное, не таежное, а таежные союзы называют. Вот это несчастное, там вы великий, а вы огромные, мы великие. Вот это вот это противопоставление. А вот те ажурные какие-то западные такие вещи такие. Им навязывают вот западный мир. И они сейчас реально приезжают, позавчера я говорю, беседовал. Они говорят, все даже гостиницы второстепенные, там в городах не центральных, все заняты американцами. Притом теми самыми американцами, которые зарядку там делают, в форуме ходят, творят беспределов, там ненавидят просто уже реально скотское поведение и прочее, прочее, прочее. И они как бы видят свою культуру. Везде уже навязывают, везде. То есть ни одно решение. Если мы говорим там Порошенко, будь то Зеленский, никаких нет у нас не Зеленских Порошенко. Все это американское управление на сегодня. Вот. Это марионетки. Вот. И это приводит к чему? К аномии, к той самой аномии, которая общество разрушает. Да, это последний слайд. В общем, в общем, спасибо. Спасибо за внимание. К сожалению, у меня нету времени, меня уже скоро вы поняли. Я готов ответить на ваши вопросы. Пожалуйста. Вопрос. Во-первых, большое спасибо. На самом деле, очень интересная тема. Спасибо. Вам спасибо. Я не психолог и психолог. Вот. Я мракетолог. Но, как говорят, в свое время... Ну, тоже-то важно. Да. В свое время, просто из некого сначала любопытства, я решила интересоваться нашей вот дальней историей. Да? Тем более, сейчас очень много выставляется оратная информация в интернете, цифровизуются очень интересные источники. И с чем я, в первую очередь, столкнулась? Что источники старше 100 лет мы читать, ну, уже сложнее, а еще глубже мы их, в принципе, не можем. А ведь в нашей... И тогда возникла потребность сказать, что это в буквице и так далее, и с удивлением для себя обнаружила, что там, в принципе, заложено очень много кодов. Наши временно целых кодов. Все. Все коды там. И вот эта образность языка, и у нас нету слов плоских, да, изначально. Они очень объемные. Я вас привыкну с собой на лекцию, вдвоем будем читать ее по семантике. С удовольствием, правильно? И у меня вот такой вопрос. Как вы чувствуете, исходя вот с вашей работы, опыта, стало ли формироваться в обществе запрос на наш вот изначальный язык, на изучение нашего языка? Отличный вопрос. Спасибо. Мне прям приятно от маркетолога такого слышать. Вы не только маркетолог, вы еще и думающий человек, очень приятно. Вы знаете, работаю со студентами, ребята знают не первый год, как бы, и как бы там не говорили, молодежь всегда плохая, и про нас так говорили, мы все, мы плохие были. Это так всегда, да, всегда так было. Но все-таки я еще раз повторю, что словок должен быть равноудален. По мере возможности у меня это очень получается, но я стараюсь. И у меня такое впечатление, что молодежь, у нас прекрасная молодежь, она много становится понимать, стремиться. И вот ваш интерес, он им тоже присущ. Но все-таки еще не везде. Вот, допустим, я на ваш вопрос отвечаю, приведу пример, когда наш президент Владимир Владимирович Путин беседовал с лучшими учителями года. А вы знаете, такой конкурс проводят среди молодых учителей, лучшие молодые учителя года. Вот, там столик, как я сейчас помню, все в глазах стоит, просто зафиксировалось. А вот столик круглый, их там трое или четверо учителей было русского языка все. И он у них спрашивает, ребят, ну что русский язык возвращать в школу-то будем? А они такие, да вы что, это ж так сложно. Это ж, вы представляете, сколько переборотов, нас тут уже научили, нам так хорошо, мы тут уже лучшие уже. Вот, премии там все свои. А это же такой труд, понимаете, вот эти вот образности. Там все смыслы, там все смыслы. Смысл сегодня все определяет. Мы ничего не понимаем. Сейчас, если провести эксперимент на какое-нибудь слово, мы сейчас убедимся, что мы ничего не понимаем. Потому что то, о чем мы говорим, мы смыслов не видим. Нас путают, нас ведут черт никуда. Какая-то свобода, равенство, братство. О чем? Что такое свобода? Что такое любовь? Такие элементарные понятия, мы их не знаем. В нашем языке все есть. На все ответы. В том числе и квантовая физика. И вот когда будет лекция, даст Бог, мне дадут все-таки высказаться, я об этом скажу. Спасибо за ваш вопрос. Жду вас на той лекции, если она будет, очень хотелось бы. Спасибо, очень интересный вопрос. Еще, пожалуйста. Так, а вы готовы к той терминологии, которая на сегодняшний день существует? Социология? Интересный вопрос, тоже интересный вопрос. Почему? Потому что я уже приводил пример Александра Георгиевича Дугина с его Ноумахи. Знаете, что такое Ноумахи? Это надо 25 томов прочитать. Я к тому, что на сегодня, вы знаете, приходит вот та самая новая волна, очень сильная, очень мощная. И ее неизбежно отрицать. Хочешь, не хочешь, она отражает действительность. И эта действительность требует своих категорий, требует своих определений. И я опять же говорил с некоторыми мастистыми социологами, в том числе по поводу Дугина. Они меня спрашивают, а как ты к Дугину относишься? Я говорю, ну как, это конечно глыба мирового уровня, ничего себе. Понимаешь, у него какая-то своя терминология, он типа выделяется из нашей массы научной, и мы его такого нестандартного не хотим воспринимать. Трудно понять его. Но он лишь один из тех, кто рано или поздно будет пробивать вот эти стены. Я же вам говорил, вот этот термин резома, допустим, то есть еще там некоторые термины. Но мир меняется. Мир реально меняется. У меня не были. Меня спрашивали в прошлый раз о том, что такие тенденции мы в измене мира видим. Они реально есть. Но это объективная реальность. Поэтому вы спросили, как я к ней отношусь. Ну, во-первых, я вернусь к первому вопросу. Мне хотелось бы, чтобы все термины были нам понятны. Чтобы мы говорили понятно нам в русском языке. У нас на все как бы есть свои ответы. Кстати, когда я засчитал диссертацию, у меня один из вопросов был. Ты почему так много этой тарабарщины используешь? Как бы было такое, да. Это русские выражения? Нет, я использовал тарабарщины, не русские. Нет? Да, к сожалению, вот эти всякие там термины. Ну, я считал, что так надо. Ну, на самом деле это надо. Почему? Потому что ты показываешь, что ты вхож в это общество. Что ты имеешь понятенную категорию, что ты можешь так пользоваться. На самом деле это надо. Но в любом случае это надо и расширять, и больше вводить все-таки нашего. Хотя бы делать дублирующие понятия. Поэтому по поводу терминов до термина, они бесспорно, надо, еще раз говорю, делать национальные термины. И бесспорно, конечно же, не бояться вот этого нового, объективно приходящего. Я считаю так. Но иначе никак. Мир меняется, динамика, то есть вполне объективное явление. Но все равно, если мы говорим о каком-то времени, ну, а в таком случае до революции понятия интеллигенции не было. И если это употребляли, это считалось неприличным. Вот это выражение. А уже в наше время… Я вам скажу, в наше время тоже… Да-да-да. И в наше время к интеллигенции тоже… Не, оно было понятено, но было очень такое негативное. Ну да, конечно. И те, кто окончали до революции университеты, и они еще жили в 40-х годах. Да-да-да. А можно я чуть глубже на ваш вопрос отвечу? Дело-то в чем? Дело, я считаю, что в том, что вот именно то, о чем я говорил, что то, откуда вот корни-то растут, базовые ценности, община русская, собственно говоря, об этом все ученые, даже не только ученые политики, высокого ранга политики говорили. Оттуда наша сила. Царь, даже Николай II говорил, что глаз народа – глаз Бога. Отчего он так говорил? От того, что он, может, интуитивно понимал, что именно там, в корнях, в людях, есть те самые ценности несущие, наши несущие, которые всем важны. Если наша там надстройка получается, которая уже оторвалась от них, и она уже думает больше о себе, эгоизм, потребительство, а не об окружающих, как помочь людям, это уже раковая опухоль получается. И когда она разрастается, мы видим ту и коррупцию, и все остальное. И в итоге что? Организм от нее избавляется. Поэтому вот эта социальная инженерия, она должна основываться именно на социальной теории. Одной инженерии мало. А социальная теория должна понимать, что есть у нас свои особенности национальные, исключительные, и вот ими нужно пользоваться. Поэтому если, вот еще раз я подчеркну важность вашего вопроса, в том плане, что мы должны в первую очередь вернуть самоорганизационно. Почему Троцкий и Ленин с таким неистовством убивали казачество? Геноцид казачества был посильнее, чем, скажем так, многие геноциды нам известные. В 80% казачества вырезали. Они отвечали, ну, на Кубани, например. В большевистские годы. В 80% большевистские, большевики вырезали, да. И когда я спрашиваю, что же вы творите-то, беспредел. Там реки крови текли. Там люди, которые занимались беспределом. Там жесточайшая шкуру. Там что-то творили. Беспредел страшный просто. Там люди через 2-3 дня просили замены, потому что они с ума сходили от жестокости этих просто-напросто. Они отвечали, Троцкий прямо сказал, потому что это самая сильная, самая мощная. Самоорганизованная. Точно. Вот так он и сказал. Самоорганизованная часть русского народа. Если мы вернем самоорганизацию, будь то в виде общины. А, кстати, сейчас уже я наблюдаю, она в разных степенях, в других формах потихонечку появляется. Да, там пытались официально ТОСы сделать, но там ряд препятствий. Она по-другому возвращается. Как только у нас вернется самоорганизация, то снизу пойдет вот та самая последовательность, континуум, тот самый, видите, до короны, там где у нас корона-то была. Вот. Но будет ли корона, какая она будет, это уже вопрос номер два. Но потому что мы тогда вернемся к своим корням просто-напросто. Вот это очень важно. Это еще все я сделал, что ли, так много оказывается. Вот. Ну, я вас понял. Вот она, та корона, да? Где же она у нас? Вот она. Вот ценности, традиции, это вот там самоорганизация. Сейчас бесспорно они меняются, сейчас вот эти города, ну, то есть какие-то трансформации будут. Мы уже на этот вопрос отвечали, он очень долгий вопрос, я не могу возвращаться, но смысл такой. Ну, не так сильно. Что-то сама организация, да, я вас хотел заметить. Не так. Говорили сегодня про углеваться, да там. Да-да-да-да. Бесспорно, конечно. Это было исследование большое, с чего они начинали. Это, ну, даже есть такой термин homo советicus, то есть человек советский. Гомо советicus. Да-да-да. Да-да-да-да. Спасибо, Руслан. Очень верное замечание. Да, да-да-да. Ну, это факт, это реальный факт. Я не говорю, что все леваты да плохие, как бы, да, на самом деле, ну, есть некоторые споры, но вот это вполне как бы реальный исторический факт. Вы считаете, что здоровье там надо точно наука? Социология, она по самому призванию точно наука. Ну, я уже просто, я понял, в чем подвох вашего вопроса. Он же опять основан на моем утверждении о том, что проводились эти исследования, показали, что все гуманитарные науки не могут быть абсолютно точными. И опять же, мы там, на самом деле, огромное количество споров. Бурдье, там целые большие дискуссии на эту тему, что насколько она валидная, насколько она репрезентативная, возможно ли это вообще в принципе. Мы не поняли. Но мы стремимся к этому. Нет, вы ошиблись, у меня нет такого, потому что это проводит очень интересно с математическими методиками, и как можно точнее, чем будет точнее, тем лучше. Беспорно. Но, конечно, абсолютной точности в моем понимании она не будет. И вот, в связи с этим, у меня следующий вопрос. До сих пор, как я просто удивляюсь, как я со всеми спрашивающими согласен практически обо всем. Да, так и есть. Спасибо. 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 Ну, опять же мы говорим о том же самом, да, что да, вот, к сожалению, некоторые немалое количество слогов используют. То, что их учили, собственно говоря. С чего начал Добряньков? Он говорит, у меня прекрасный ВУЗ МГУ, у меня прекрасные преподаватели, база, студенты лучшие. Я не понимаю, почему они выходят, почему они менее успешные, чем, допустим, выпускники других профессий. И он начал изучать, в чем дело, почему. Пришел к выводу, что да, вот как вы сказали, я лишь повторю ваши слова, мы не те модели изучаем, не те теории, не книжки изучаем. Они другого мира, они даже и не свежие, там и то, и то, и то, и то. Нам свое нужно вернуть, вернуть и свое наращивать. Это не я, это Вадим Иванович сказал Добряньков. Со всеми вытекающими там дальше. Вот у меня такая заметка. Вот напротив Манеж, да, память поколений, выставка, так там книги очень полезные, нужные, продают открытки. и открытки из американских плакатов войны. Которые там были? Нет, они были не там, они нарисованы теперь, но именно по этим моделям. Вот я там была, она просто напередергивает, неприлично, причем они уже даже убрали какие-то. А потом, видишь, какая-то молодежь подошла, опять выложили. Ну, ну, что значит, загляните вот. Не заглядывайте. Да, он свободный. Да, вы знаете, да. Ну, обратите внимание, не видели. Вот я еще звонила к теме киосков. Вот еще комментарии по поводу моделей, так как маркетолог Марус сказал, что... Можете сказать? Да, да. Парушек сейчас. А женщина, к вопросу о западных моделях, ну, как я маркетолог, я немного с другой стороны это вижу, что очень, начиная с 90-е годы и сейчас с 2000-х, очень популярны консультанты западных консалтинговых компаний. Да, да. Там, Deloitte, PriceMix, HouseCube и так далее. Так вот, самое интересное, что, пытаясь навязать нам даже модели управления в рамках, ну, микроуровня, то есть в рамках компаний, они все терпят фиаско. И, на самом деле, очень сложно им понять, что наш менталитет, он строится совсем у других ценностей. Как Вы правильно сказали, мы не идем от точки А в точки Б. У нас тут задаются вопросы, почему я делаю это, ради чего я делаю это. Не просто выполнять механически, а именно, вот, ищутся смыслы даже в каких-то там, не знаю, так прочих уникальных. Я Вам отвечу, у меня в одном ВУЗе, да, на самом деле, меня просили некоторые консультанты, ну, дай мне хоть бесплатно почитать, чтобы меня увидели, а потом, какой я прекрасный, меня приняли, как бы, да. Ну, почему нет, для наших студентов пусть растут, развиваются, консультанты, известные, собственно говоря, там за большие деньги читают, давали. Они, что я Вам скажу, консультанты, о которых мы с Вами говорим, они, да, они имеют практику некоторую, у них нет теории. Без теории, без теории они не могут большие глубинные процессы, стратегии объяснить, понять, объяснить не могут. Вот, с точки зрения того, что я Вам говорил, инструментальное, технологическое, раз и все. А дальше попробую объяснить, дальше спроси, вопрос задают, они уже плавают. Это первое. А второе, я опять же соглашусь с Вами, что, да, опять же, вот эти вот западные модели, западные школы, они хороши, для Запада хороши. И наши студенты, которых мы посылали учиться, опять же, и в Англии, и в Испании, и в Италии, они приезжают, блин, говорят, ну какие там дураки, вот так между нами говорили, как бы, да. Почему, ну там по разным причинам. В общем-то, немножко не то не изучают. Немножко не то не изучают. Там они прекрасные, это их мир, их ценность, их модели. У нас приезжают, они не уложатся на наши, не кладутся на наши. Да, то я ошибаюсь, тут нет русского века. Так, ну Вы извините, я вынужден закончить. Мне очень приятно было всех Вас послушать. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.